Приветствую вас, и ваш молодой человек боится ответственности. Он, эм, предпочитает с вами просто быть в отношениях. Ага, он предпочитает с вами просто проводить время, спать даже. Вот, но более близких отношений мужчина выстраивать с вами не готов. Вот, к сожалению. Ну, такие люди, они, вот, как правило, да, они... Боятся именно обязательств каких-то, боятся именно того, что их могут лишить свободы, вот, которая у них есть, вот. Ну, и, соответственно, из-за этого они ведут себя подобным образом. Вам нужно для себя определить, каких отношений хотите вы. Вот именно вы, каких отношений хотите сами. Вот. Если вы хотите отношений серьезных, да, то я полагаю, что на действия вашего молодого человека, а действия его, действия его, ээээ... В данном случае контролирующие. Вот. Вам поддаваться не стоит. Потому что он думает только, только о себе. Да, он... не думает, соответственно, о вас, вот, а вы ему, ну, может быть, вы ему и интересно, да, может быть, вы его и волнуете, но я не думаю, что волнуете вы его настолько, что он готов ради вас брать на себя ответственность какую-то по обеспечению вас тем, что волнует. И, к сожалению, к сожалению, а он и не будет, он и не будет, к сожалению, быть на это, быть на это нацеленным, то он не будет на это до тех пор, до тех пор, пока вы сами о себе не позаботитесь, пока вы сами о себе не будете беспокоиться и не скажете соответственно, что всё, что вам, грубо говоря, надоело, что вы больше не хотите так, что вам нужна определённость, например, какая-то, вот, и соответственно, до тех пор, пока вы не будете действовать уже, вот, своими, ну, своими собственными силами и так далее, вот. Сразу скажу, что мужчина вас обманывает, потому что, ну, извините, конечно, друзья не спят вместе, как бы, вот, вот это всё просто софистика, просто софистика мужчина не хочет брать на себя ответственность, ну, возможно, боится этой ответственности, возможно, боится ещё больше и больше сближаться, вот, надакали, иначе ему это выгодно. Дальше. Дальше. Ага, значит, вы пишите, когда пытаются от него отдалиться, начинают писать звонить, я запуталась. А запутались вы в чём, Юля? Вот, ну, в чём конкретно вы запутались? Вот именно конкретно ваша допутанность, она в чём проявляется? Что-есть, как бы, э-э-э. Что именно вступает противоречие? Противоречие, э-э, вступает то, что мужчина говорит одно, а делает, э-э, другое? Ну, хорошо. А вы сами, э-э, что, э-э, делаете, делаете для того, чтобы не было противоречий? Вот. Знаете, вы сами, вы сами, вы сами, что делаете? Если вы ничего не делаете, то, соответственно, оно и будет противоречие, потому что, ну, вы же, вы же ответственность на себя не берёте за то, что происходит. Правильно? Вот. Поэтому мне кажется, что здесь вам имеет смысл подумать именно над тем, э-э, с чего вы хотите. Ещё раз. И какие чувства он вызывает у вас, э-э, мужчина, когда, ну, когда, например, э-э, пишет, да, вам звонит и так далее? Какие чувства он вызывает именно у вас? Вот это жалость, например, это страх, например, это ещё какие-то чувства. Вот. То есть определитесь вот с этим для себя. Определитесь с этим для себя. Это важно. Для вас это важно. Очень важно. если вы хотите, значит, с этой ситуацией разобраться. Вот. Ну и самое главное, самое главное. Это ваш вопрос. В чём вопрос ваш? Ну, вот. Вы же спрашиваете, да? Вот. А вопрос-то в чём? Чего хотите? На данный момент вы позволяете, э-э, мужчине, да, э-э, вас использовать. Для своих целей. На данный момент. Вот просто использовать. Использовать вас. Вот. На данный момент вы находитесь в позиции жертвы такой. Так, от меня ничего не зависит, э-э, я только лишь бьюсь, э-э, пытаюсь выйти из замкнутого круга, да, вот. Но у меня ничего не получается. Вот это подвится жертвы. Вот. Э-э, вот вы пишите, что делать? Чтобы что? Да, как тебя вести? Опять, опять же, чтобы что? Что? Должны быть цели. Цели. Вот. Э-э, вот вы пишите, если барин говорит, что мы друзья, но мы вместе спим и нам хорошо вдвоём. Вопрос. Это вопрос? Что вам хорошо вдвоём? Юля. Ну, я полагаю, что вам хорошо вдвоём. Если это не ошибка, если это вопрос. Вот. Цель какая? Цель. У чего это должна быть цель? Вот. Если вы хотите, например, э-э, выстроить отношения гармоничные, то да, одно. Если вы хотите, э-э, в себе гармонию обрести, это другое. Если вы хотите, э-э, там, э-э, там, э-э, явания какие-то, э-э, удовлетворить, удовлетворить, да? Вот. Своё, опять же. Что-то третье. Вот. Т.е. в зависимости от целей, в зависимости от целей, э-э, будет разница, э-э, рекомендации, которые вам можно дать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду разомочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok